Приветствую вас. На самом деле, в вашем ответе уже есть, в вашем вопросе точнее, уже есть ответ на ваш вопрос. Все дело в том, что вы хотите именно избавиться от зависимости, то есть вы хотите зависимость подавить свою, вы хотите, чтобы ее не было этой самой зависимости, вот. Вы, вероятно, ее, ну, грубо говоря, стыдитесь, вы, вероятно, не признаете ее, не принимаете, что она есть, относитесь к этому как к чему-то негативному, как к чему-то отрицательному. Вот. Понимаете? А на самом деле, на самом деле, это ваше желание, то, что вы хотите, то, что является, грубо говоря, частью вас. И для того, чтобы ситуация вами как следует понималась, для того, чтобы ситуация как следует была вами понята. Необходимо раскрыть то, что стоит за зависимостью. То, что стоит за вашими, ну, за вашей потребностью. Собственно говоря, это мужчина, вот. Что есть? Не нужно стараться себе это подавить, да? Не нужно стараться, стараться себе это убрать. Убрать. Нужно, наоборот, это раскрыть. И когда и если вы это раскроете, когда и если вы для себя увидите, чего же вы хотите, что же вам нужно, в чем же вы нуждаетесь. Сам скажу. Вот. Вот тогда, именно тогда и только тогда ситуация ваша изменится. И вы сможете по-другому воспринимать то, что с вами происходит. Понимаете, зависимость это всегда потребность. Это всегда потребность. Это всегда потребность в чем-то. Это всегда потребность в каких-то элементах. обратной связи, например, ну, например, со стороны, допустим, со стороны других людей, например. Ну, со стороны других людей, в вашем мире, в вашей жизни, допустим. Вот. И так далее. И, соответственно, избавиться от зависимости можно, если вы разберетесь в себе. Вот. Что для вас значит, значит, мужчина, который вот, ну, с которым вы взаимодействуете. Что для вас значит, значит, человек? Чего вы хотите от этого же человека? Что вам нужно от него? Чего вы нуждаетесь? Чего вам не хватает? Что он вам дает такого, что, по вашему мнению, вы не можете получить без него? Боитесь ли вы его потерять? Да? Идеализируете ли вы, то есть, насколько у вас реален образ этого мужчины? Насколько он соответствует действительности? Насколько он объективен? Вот. Ну, и так далее. Эта история, вот, ну, собственно, так происходит работа с зависимостью. То есть, вообще не очевидно, что зависимый, зависимый, да, вы стали, ну, не просто так. Само-то вообще не очевидно, что зависимый вы были всегда. Вот. Просто, возможно, ну, возможно, не отдавались себе в этом отчет, да, возможно. Возможно, вы не отдавались себе в этот матч, в том, что вы зависимый. Вот. Но я уверен, что зависимость у вас была всегда. Я более чем в этом уверен. Вот. Поэтому необходимо проанализировать ваши отношения, в том числе и с родственниками вашими, вот, в том числе и с вашими родителями, вот. Для того, чтобы понять, каким установкам и представлениям вы следуете. Вот. Вот, в принципе, так можно ответить вам на вопрос. Зависимость это работа по повышению самооценки, работа в зависимости это работа по повышению самооценки, работа в зависимости это работа по установке личных, личных границ. Потому что, как правило, у зависимого человека, да, у него нет личных границ, нет, и не может быть. Ну, потому что, раз человек зависим, значит, он нуждается в другом, а раз он нуждается в другом, значит, он по итогу хочет слиться. Вот это механизм слияния в детстве. Вот. А слиться, слиться, как правило, как правило, хочет именно ребенок. Вот именно в слиянии как таковом, да, вот, нуждается ребенок. Ребенок нуждается, вот, когда он маленький, да, ребенок нуждается в слиянии с мамой, допустим, своей. Потому что так, так и только так, он чувствует себя в безопасности. Вот. Можно сказать, что вы не пережили одну из своих детских шанс. Вот. То есть, вы, возможно, не совсем взрослый человек, ну, не совсем зрелая личность с точки зрения, вот, именно психологии. Ну, вот. Ну, это, опять же, нужно как корректировать с одной стороны, да, как корректировать с одной стороны, так это можно разобрать с другой, да. То есть, не каждый же человек хочет, хочет что-то менять, да. То есть, кто-то может сказать, что я не хочу ничего менять, да, хочу продолжать находиться, вот, ну, продолжать находиться в таком состоянии. Мне нравится. Вот. И все. И это на самом деле выбор. Это на самом деле выбор, да, на самом деле это выбор. Выбор человека. В данном случае, в данном случае вас, ну, нужно, конечно, понимать, нужно понимать, что у этого всегда будут последствия, у него всегда будет своя цена определенная. определенно. Вот. И если вы человек сознательный, да, именно сознательный человек, то вы на эту цену обратите внимание и не будете действовать как-то вот себе во вред. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Вы пишите здесь, что у вас зависимость от общения с мужчиной, общения именно. Если речь идет об общении, то, возможно, вы хотите, ну, ну, нуждается в чувстве значимости. То есть вы хотите быть значимым, вы хотите, вы хотите чувствовать себя значимым, вот, поэтому вы нуждается с мужчиной. Причем обратите внимание, что с мужчиной вы нуждается только с конкретным. То есть это конкретный мужчина во взаимодействии с которым вы нуждается. Это не кто-то, да, там, не какой-то человек, вот, ну, со стороны. Да, это кто-то. Кто-то именно кто-то. Да, это именно кто-то. Кто-то вас, ну, привлек чем-то, вот. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что нужно исследовать, чем человек вас привлек, вот, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, допустим, в том, в чем вы нуждаетесь, например, вот. То есть эта история, она, на мой взгляд, история, она здесь вот такая, вот такая история. Точка отсчета, точка отсчета может служить, например, точка отсчета может служить, например, ваши чувства. Ваши чувства, которые вы испытываете при общении с этим человеком. Вот. То есть попробуйте подумать, вот, как я чувствую себя, общаясь с ним. Какие это чувства, какие это эмоции, да, то есть что я ощущаю. И, соответственно, ну, можно будет уже, отталкиваясь от этого аспекта, да, уже можно будет вам что-то рекомендовать, уже можно будет что-то работать. Вот. Не пытайтесь, не пытайтесь самостоятельно избавляться от зависимости, скорее всего, у вас ничего не получится, потому что человек не может какие-то вещи сделать сам для себя, ему нужна помощь, это нормально. Ух, вот. Не пытайтесь, не пытайтесь самостоятельно избавляться от ответственности, отец от зависимости, да. А лучше возьмите на себя ответственность, если здесь вот такая пустая договорочка, да, возьмите на себя ответственность за свою жизнь, за то, чем вы занимаетесь, вот, за свои чувства, вот, и взять ответственность за это и договорившись с собой, что от ныне, например, я буду сама реализовывать свои желания, сама реализовывать свои потребности, а людям буду только отдавать, ну, не, допустим, не стремиться, не буду стремиться чего-то от них получить обязательно. Вот. Если вы это сделаете, то это станет хорошим, на самом деле, хорошим подспорьем для, ну, вашего освобождения, освобождения. Вот. Но, помните, 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 пожалуйста, о том, что нельзя побаровать зависимость. Это в основном зависимости лежат желания. Без желаний, без реализации желаний. Одна зависимость будет перетекать в другую. Понимаете? В качестве, так сказать, первичной рекомендации, да, в качестве, вот, первичной рекомендации, я мог бы вам предложить следующее. Насчет, поскольку у вас зависимость от общения с мужчиной, да, то как насчет того, чтобы ограничить это самое общение? То есть, грубо говоря, сказать себе, домой, вот, что я буду делать для мужчины, да, как я буду, ну, допустим, себя вести с ним. А, что я делать не буду. И как я вести себя никогда не буду. Да, то есть, остановите четкие пределы, четкие границы вашего общения с ним. Вот, посмотрите, тогда общение с ним начинает вам именно вредить. Вот. Ведь такое же бывает. Бывает. Такое бывает. Да. Да. Вы сами знаете. Вот то, что вам нужно сделать для начала, да, это исключить вред, любой вред, любой вред от общения с этим человеком. Исключается вред, и это становится первым шагом. Ну, первый шаг может быть самый тяжелый, но зато с него все начинается. Вот. А дальше и дальше вам поможет уже психолог и те ориентиры, которые я отдал. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Теперь. Продолжение следует...